Привет, посмотрите, какие классные листочки, как у вас дирюшки. У меня сегодня осень наступила, прекрасная пора. Лето закончилось, и я его даже не увидела, если честно, дома сидела. Какое прекрасное лето было. Как у вас настроение? Да, приветульки. Очень рада вас всех видеть. Я сегодня с фильтрами цветочков опадающих. Вы сами, как цветочка, эти лепестки и еще. Да, спасибо. Но я вообще на самом деле фильтры не ставлю никогда. Там вот эти вот собачки, Микки Маусы, цветочки, там еще что-то вообще. Вот, а сегодня это прям так захотелось. Новый фильтр поставить какой-то, который еще не видела. Волшебные. Да, вот вам немножко магии и волшебства. Я даже не знаю, что вам рассказать. Любуйтесь на меня, королевну. Я вся такая классная. Как часто вы говорите себе, какие вы классные? Как часто вы говорите себе, насколько вы великолепны? Как часто вы себя благодарите? Ребят, подумайте об этом и делайте это как можно чаще. Стыдно говорить о том, что я классная. Вот прям реально стыдно. Очень стыдно говорить, блин, я такая умная. Но это же эго. В тебе, говорит, нельзя говорить, что ты красивая, классная. А себе, ну это же как-то неприлично. Вот эти вот ваши шаблончики нужно отдать тому, кто их навязал. Научитесь любить себя, смотреть в зеркало, любоваться собой. Да, эго. Да какая разница? Эго — это просто представление о себе. Ну сегодня вы такой, завтра вы другой, послезавтра вы третий. Расширяйте своё эго, расширяйте своё видение, но при этом старайтесь всегда наблюдать. Вот у меня муж, да, муж, привет. Вот сегодня вы в эфире. Он себя очень любит. Он утром встаёт и первым делом идёт к зеркалу, поправляет свою красивую причесочку, достаёт лак, лачит свою чёлочку, умывается, у него там всякие штучки припамбахи для лица, там эти, чё он там намазывает на лицо, такой весь этот красивенький, любуется. Я себя люблю. Вот он так прямо и говорит. Блин, это успех. Как часто вы сами себе вообще это говорите. Какие вы классные. Но у многих, у большинства, наверное, даже, такой шаблон. Блин, сегодня прыщик, блин, у меня волосы не такие, блин, у меня не то отросло, блин, я какая-то не такая. Наш фокус внимания всё время подтверждает нам материальную действительность, и мы творим будущее своим шаблоном, вот этим вот убеждённостью. Сегодня я стрёмный, блин, завтра вы проснётесь, вы будете реально стрёмны. Сегодня у меня прыщи, завтра вы реально покройтесь этими прыщами ещё больше. Вот, но если ваш фокус внимания на том, какой вы классненький, какой вы красивенький, какой вы замечательный, какие у вас классные глаза, как вы классно говорите, какой вы вообще вот прям во всём шикарный, идеальный, зачем что-то исправлять, вы такой классный и так, то материальная действительность будет подтверждать, и вам все будут говорить комплименты, вы будете нравиться, вот ваша вот эта энергия, которую вы чувствуете вот сами вот к себе, да, она передаётся другим людям. Нелли, ты уехала отдыхать в каком-то месте? Я сейчас в Краснодаре. Я вчера прилетела в Краснодар, мы сидели в ресторане, кушали вкусную еду, вот, сегодня весь день валяюсь дома, такое состояние, вообще, не знаю, хочется даже с кровати не вставать. А завтра я хочу поехать на горячие источники куда-нибудь. В понедельник буду делать какие-то вопросы там с налоговой, решать, потом я думаю, что я пойду в Новороссийск. Будет встреча в Краснодаре или нет, я не знаю, будет встреча в Новороссийске или нет, я тоже пока не знаю, если будет, я объявлю. Вот, свинка Пеппа, да. Что ты умеешь, кроме того, что говорить ни о чём? Анастасия, я вообще ничего не умею, я... Хотя нет, почему я не умею? Я всё умею, вот, по желанию что-то делаю. Вот, сейчас у меня желание говорить ни о чём. Я, кстати, даже не вижу ничего плохого в том, чтобы говорить ни о чём. Меня 80 человек слушают о том, что я говорю ни о чём, и зачем они тут сидят, я не знаю. Мне вот даже интересно, зачем вы слушаете моё ни о чём? Ну, фиг его знает. Короче, любите себя, говорите, какие вы классные. Для Анастасии это ни о чём. Бывает, бывает. От прыщей мне не избавиться так. Ну, это же ваш шаблон. Когда вы начали замечать, что у вас прыщей становилось ещё больше. Ну, если вы начнёте замечать, что с каждым днём ваша кожа становится лучше, и плюс ещё хотелось бы, чтобы вы сходили бы в детство, да, и вспомнили, от чего вы защищаетесь. Где-то вы хотели себя проявить, а вас остановили в чём-то. Например, там, вы хотели спеть песню, а родители над вами поржали. Сказали, там, тебе что на ухо медведь там наступил. И ты испытала, или испытала, кто Алёна, да, испытала стыд. Ну, это к примеру. И у тебя сразу такая реакция, что больше я не буду проявляться, потому что мир опасен, вызывает стыд, вызывает вот такую реакцию, меня загнобили, и всё. И каждый раз, когда ты хочешь проявиться, у нас, ну, проблема с кожей появляется. То есть что-то из детства, где что-то после проявления вызвало стыд. Где осудили? Надо сходить в детство и сказать родителям, так, вы... Это гельстальт-терапия, кстати, можете почитать о ней. Сказать родителям, что, блин, вы петрушки, ржите-ржите, я вам ещё покажу. И простите за это, естественно. Ну, они, может быть, просто от хорошего настроения посмеялись. Я не знаю. Твои ни о чём прошибают сильнее, чем разговоры о чём-то. Ну, может быть, целый день о тебе вспоминаю. Я прозреваю, когда тебя слушаю. Спасибо. Ну, кому-то ни о чём кто-то прозревает. Ну, всех мозг разный. Слушайте, идите к Путина. Он о чём-то говорит серьёзно. Вот. Ну, как, зачем слушаем? Ни о чём это наша любимая тема. Действительно. Я забываю себя хвалить. И вот слушаю тебя, и вспоминаю про себя. Ребята, вот смотрите, я реально сказала тему, что... Хвалить себя, любоваться собой. Не просто так, да. Это одно из того, что раскрывает вам благодарность к себе и раскрывает эту любовь к себе. Любовь к себе, внимание к себе, это основа вообще всей вашей энергии, основа всей вашей движухи, основа всей вашей жизни, основа вот этого движения, которое исполняет все ваши желания. Это любовь к себе. А с чего любовь-то к себе начинается? Она начинается тогда, когда вы обратили на себя внимание и сказали, я говорю фигню ни о чём, и за это я себя люблю. Я выгляжу вот так, неважно как, вот так я выгляжу, вот как вот здесь сейчас, и всё. Я люблю себя вот такой. Я сейчас говорю фигню. Я люблю себя вот за эту фигню. Я, не знаю, имею вот такую кожу с прыщами. Я люблю себя даже с такими прыщами. Неважно, какой бы вы сейчас бы ни были, если вы начнёте себя рассматривать и просто поблагодарить себя хотя бы за то, что вы вот такой вот, что вообще есть, живёте, дышите. Столько людей сегодня не проснулись, а вы ещё живой. Вы можете, блин, этот мир творить дальше, кайфовать и делать что хотите. У вас есть выбор и выбирать там, пойти, сделать, что вам хочется, исполнить любое желание и так далее. А кто-то сегодня умирает, кто-то сегодня лежит без движения, у кого-то сейчас сильная мигрень, он встать не может, кто-то сейчас в больнице без ноги, кто-то там руку сломал, у всех какие-то травмы, у кого-то там душевная боль. А вы сейчас просто в свободном состоянии, не испытывающей боли, просто поблагодарите себя хотя бы за то, что вы просто вот в данный момент эту боль не чувствуете. Вам хорошо, у вас есть вот, блин, жизнь, и вы можете встать, поднять свою жопу и пойти сказать себе спасибо перед зеркалом, пойти порисовать, потанцевать, погулять на улице, и у вас есть такая возможность. И вот эта благодарность, она вот эту любовь к себе, энергию открывает. И это ни о чём, да, согласна, мы каждый раз говорим о том, что любите себя, ну да, ни о чём, я это слышала тысячу раз, но вы этого не делаете, поэтому и ни о чём. А разговоры там серьёзные, там давай настроим цели на завтра, нам надо бизнес, короче, денег, вот это о чём, типа, да, ага. А Анастасия, тебя зацепила со своим ни о чём? Конечно, зацепила, я же не робот, я не робот, я живой человек, супер-мега-чувствительный, и моя чувствительность, я не знаю, всех сверхчувствительных людей вместе взятых просто, конечно, каждое слово цепляет, ну, я на себя это применяю, естественно, я живая, я позволяю себе испытывать разные эмоции, я не заглушаю их, не-не-не, я ничего не испытывала, она меня не зацепила, не, я не чувствую боли, я, это, жестянка вообще, железная, не-не-не, я испытываю, открыто говорю, да, она меня зацепила своей тупостью, просто, вот реально тупостью, но я тоже где-то тупая, в том плане, что могла бы потратить это время перед зеркалом, рассказать, какая я классная, а я вот рассказываю вам и трачу время, может быть, в этом, может быть, ещё в чём-то, надо подумать, уже любить себя стало ни о чём, приехали, ну да, а я когда разбираю прыщ, он проходит за день, вот, действительно ни о чём, не зарывайтесь, можно сохранить эфир, Марина, он ни о чём, ты говоришь о нас самих, значит, Анастасия понимает, что она ничего ни о чём, смешно, ну или ты посмотрела фильм «Довод», не, не смотрела, напиши мне потом под комментарием, когда видео сохраню, «Довод», я запишу себе, у меня такой огромный большой список фильмов, и я, ну, публикую в постах, что я смотрю, и вообще, я фильмоедка, фильмосмотрелка, фильмопоглощательница, я люблю фильмы, вообще, вот круглосуточно смотреть, так что присылайте мне фильмы, вот новинки какие-нибудь, может, я не видела, я сегодня о тебе думала постоянно, почему-то ты мне кажешься сегодня не в настроении, я чувствую это, не, я в прекрасном настроении, единственное, у меня сегодня состояние такое, умеротворение, умеротворение в вишнёвого, короче, умеротворенная, мне сегодня вообще, вот, ну, как бы ничего не трогает, такое спокойное, не хочется вставать, двигаться, полежать, просто покайфовать, просты ты осуждение из детства, прям в точку попала, завтра я проснусь с чистой кожей, ну, ты ещё сходи в это детство, да, и почувствуй, да, узнай, вот, что ты испытываешь сейчас, какие чувства, когда вспоминаешь об этом, потом, закрой глаза, представь эту ситуацию, поговори с родителями, типа, хоры ржать надо мной, хотя то, что вы ржёте, я вас развеселил, это уже хорошо, блин, всем весело, смех, это же прекрасно, это не слёзы, это не боль, это прекрасно, ну, кайфани по смеси с родителями вместе, ну, ментально это всё в голове, прокрути, и прости за это, вот этот шаблон, который постоянно крутится, что мир опасно, надо защищаться, наша кожа, внешне показывает, то, что кожа, это же связь между, получается, внешним и внутренним миром, как погуляли вчера в Краснодаре, о, Вика, вопрос ни о чём, вы очень круто потусили, о чём сегодня эфир, ни о чём, ни о чём, это самое прекрасное, вот видите, какая у нас классная тема, знаете, цель жизни, цель жизни, бесцельность её существования, все цели ни о чём, вот, все реально поставленные цели, они ни о чём, а вот всё, что ни о чём, это вот, самая большая цель жизни, то есть, трансформируйте эту программу, ни о чём, это обо всём, да, 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 про это же, хочу футболку с фразами Нелли Давыдовой, блин, поднимите руки, кто ещё хочет, дело в том, что у меня где-то вот месяца три назад возникала такая мысль, взять, короче, футболки, у нас же есть такой пиздоплан, да, слова там интересные, ну, много таких фразочек, словечек прикольных, и сделать такие футболки, и раздарить там, какие-то конкурсы поустраить, может какую-то сумму, ну, вот себе стоимости поставить, ну, реально сделать такую штуку, вот, только просто нужно заняться, найти человека, ну, кто бы со мной это замутил, вот, и футболки такие, или бомберы, короче, понаделаться, я хочу, Фика, я у тебя буду первая покупательница, если ты первая замутишь, читать и не забывать о важных вещах, ну, да, к зиркалу, подходишь, у тебя все надписи уже здесь, причина во мне, весь мир ни о чем, моя жизнь, это, вернее, цель моей жизни, бесцельность ее существования, свинка Пеппа рулит, Вика, запустите эту тему, так, почему ребенок не слушается, потому что ребенок хочет развиваться, и постоянно новое, вы вот сейчас хотели бы лично сами, чтобы вами командовали, да, вот вы живете, и вам бы классно было бы, если бы вами командовали, да, и говорили, что вам делать, ты сейчас должен надеть вот эту футболку, а не вот это, вот эти тапки, есть должен вот это, а не вот это, не хочешь есть там, по башке получишь, вот вам бы классно было бы, нет, ребенок от сиськи надо отрывать уже, я не знаю, в первый месяц, наверное, я не говорю от груди кормления, ну, в реальности, а вот носиться вот так, дайте самостоятельно своим наблюдением, любви, наблюдать за ребенком, как он развивается, и угождать ему в его желаниях, то есть он видит в шкафу кучу футболок, а вы же ему свою навязываете, нет, она должна быть серая, блин, вот такая вот, вот как раз у меня Лена здесь рядышком находится, я сегодня просто в тыке ей такой дала, она сидит на телефоне, блин, 24 на 7, прилетела со мной в Краснодар, а у нее, у тебя двое детей, да, двое детей, причем уже взрослых, пацану 7 одному, блин, 7 лет, блин, она наняла ему няню, с двумя мамами, которые там сидят, няня и муж, она, короче, наняла вот эту всю толпу, и каждые 5 минут сидит и дает ему указания, она по телефону созванивается и говорит, так, ребенок, так, тебе 7 лет, да, футболку вот такую, а кофту серую, няня подключается, ну серую, ну посмотрите, ну там, она говорит, там куча футболок, нет, вот обязательно вот белую, вот эту вот серую водолазку кофту, я ей говорю, да какая разница, ребенок может сам выбрать, какую кофту одеть, няня может подкорректировать, чтобы он, ну тупо не смотрелся, как этот, с улицы бассейна, в сковородку, там на голову, перчатки на руки, а, перчатки на ноги и так далее, ну, если он оденет на свитер майку, да, няня просто корректирует, переоденет его, ну пускай он сам выбирает цвет, пускай он сам выбирает фактуру, пускай он сам, там, дизайн одежды выбирает, 7 лет ребенку, ну е-мое, я в садик сама собиралась, зачем ребенку вас слушать, скажите, пожалуйста, он так и вырастет тепличным растением, который в жизни потом ничего не сможет добиться, вот сейчас все взрослые люди боятся идти в новое, боятся идти жить, все хотят умереть, вот реально, мы болеем и умираем только потому, что мы не вечно живем, потому что мы реально хотим умереть, у нас постоянно страх жить, жить это идти в новое, постоянно экспериментировать, постоянно идти в неизвестность, потому что нас родители приучали к послушанию, мы настолько марионеточно выросли, что, блин, пока по указке чей-то нам не скажут, что делать, мы, блин, самостоятельно ничего не можем сделать, у нас мозгов не хватает вообще просто взять и что-то сделать, поэтому не почему ребенок не слушается, а почему вы пытаетесь ему навязать вот это вот послушание, зачем? У меня прям агрессия, хочется втык дать вот каждой мамаши, которая хочет взять и научить ребенка быть куклой, которая вырастает, блин, и в 40 лет она спрашивает, эта кукла, почему у меня, блин, рак, почему у меня поджелудочный, почему у меня кишечник, почему у меня пятки болят, ноги, блядь, артриты, хуиты, блядь, мигрени, голова, почему у меня нет денег, я сижу, блядь, в съемной квартире, от меня муж ушел, блядь, дети-газлы, бухают, ну почему, да вот и потому что вас родители, блин, этот, как это, маршировали, блин, теперь вы своих детей маршируете, потому что мозгов не хватает пойти, и вот это вот, что такое энергия, да, энергии нету, мы болеем, когда энергии нету, энергия это движение, двигаться, мы не можем двигаться, у нас мозгов нет, нет мозгов, понимаете, идти и создать новое творчество, движение это перемена, движение это сделать то, что я никогда не делал, как вы можете делать то, что вы никогда не делали, вы боитесь это сделать, потому что вам всегда говорили, вот так надо, вот так надо, вот так надо, понимаете, и вот этот эфир ни о чем, но я хочу сказать, что кто его поймет, вам станет очень хорошо, по жизни жить и легко, у меня отражение себя, как развить любовь, внимание на себя, расскажи о детях, пожалуйста, вот, как раз рассказала, и вопрос пошел, больная тема про детей, детям надо давать свободу, мы их должны любить, не потому что, я же мать, я родила, это мое, и вот теперь я буду свои неоправданные ожидания на них перекладывать, и все, что я в жизни, как мамаша или папаша, не успел сделать, реализовать свои желания, я на детях переложу, знаете, как часто разговоры слышу мамаш, таких, которые говорят, я всегда мечтала музыкой заниматься, и теперь мой ребенок музыкой занимается, я всегда мечтала танцевать, сейчас я вот отдала своего ребенка на танцы, и такие прям восхищения, ты ребенка, блядь, спросила, может эта девочка на бокс хочет, да и похрен, что эта девочка, ее желание такое, она хочет проявиться, она хочет пойти танки конструировать, да, она может космические корабли, блядь, в будущем собирать будет, у нее может быть там черчение в башке уже, она там предметы видит, так просто, ты ее идешь и отдаешь реализовать свои собственные желания, вот отстаньте от них, прислушивайтесь, что они хотят, вот например, мамочки многие видят, что ребенок, у меня типа ребенок рисовать вообще не умеет, надо его в художку отдать, или наоборот, в художку не отдам, он не умеет, он срисовывает, он берет и срисовывает, а вот у самого фантазии не хватает, что за тупица типа, вы думаете, вот человек, который во всем талант есть, неважно, умеет он срисовывать, или там фантазии есть, есть талант во всем, просто надо рассмотреть, какой талант может у ребенка, который не умеет фантазировать, он точную копию может чего-то нарисовать, да он просто нейрохирург первокласснейший, может такие тонкие операции сделать, когда нужно точечно прям там повторить, столько есть профессий, где нужно прям взять и скопировать точно что-то, а это не всем дано, это ж такой талант, а многие гнобят, он у меня бесталантный, вот только вот срисовывать умеешь, я помню, взяла букет цветочков, и срисовала их, бабушке там хотела подарить на день рождения подарок, срисовала их, помню там, я не знаю, в классе втором, наверное, была, вообще мелкая, вот, и знаете, как мне бабушка обидела, она сказала, ты их срисовала, типа, что, сама не могла, у меня это вот прям так отложилось, зато, я когда на закройщика одежды училась, я могу снять мерки, шить одежду, и точно прям скопировать по фигуре, вот, прям, помню, как, что, каждый изгиб человека, и я шью одежду без примерки, у меня когда было АТГ, все удивлялись, почему на примерку не надо приходить, я говорю, ну, вы на одну приходите, они когда приходили на примерку, они сразу вещь забирали, там ничего не нужно было делать, могу точно передать по фигуре, и шить одежду, у меня есть такое, да, у меня было свое ателье, я шила одежду из окройщика, ну, блин, не хватает мне фантазии, там, что-то придумать, нового, допустим, там, из одежды, или что-то там, сконструировать, или нарисовать, вот, нарисовать картину для меня, это вообще, у меня фантазия на это, ну, никак, но я могу точно скопировать, вот прям точно, это тоже талант, и если вы пытаетесь ребенка воспитывать и говорить, слушай, ты вот это не умеешь, а вот давай вот так вот сделаем, вот ты неправильно одежду подбираешь, я тебе сам подберу, ну, я там, мама, я же лучше знаю, ты же там пойдешь, да, может, то, что он подбирает, у него вот это креативное мышление, наоборот, развивается, когда он идет несуразно себя проявляет, ну, там, оделся очень странно, а потом он будет очень великим, каким-то супер, мега, пупер дизайнером, я не знаю, что может вырастить из каждого ребенка, и никто не знает, но вы заранее приписываете весь сценарий жизни своему дитю, да, чему он должен научиться, как он должен говорить, как он должен себя вести, что правильно, что не правильно, навязали ему, да, и вот весь сценарий этой жизни сделали, все, потом шаг вправо, шаг влево, расстрел, энергии у человека нету, так, что-то я прям про этого ребенка, фильм «Крутой револьер», да, ну, смотрела, расскажи о детях, почему они капризничают и не слушаются, еще раз, да, еще раз вопрос был, они хотят развиваться, как творцы, у них, между прочим, мозгов больше, чем у взрослых, дети, которые рождаются, они сильнее, они умнее, они энергичнее, они здоровее, и силой мыслей, силой слова у этих детей, блин, не знаю, сильнее, чем у взрослых, которых их породили, то есть каждое поколение, оно сильнее рождается, это у детей надо учиться, никто не хочет, никто не хочет, уже третий раз вы меня спрашиваете, опять про детей, почему они капризничают, никто не хочет, чтобы ими руководили, ты же тоже не хочешь, чтобы тобой руководили, но при этом других заставляешь, зачем, ну, подумай об этом, сохраните эфир, ну, да, наверное, попробую, эфир ни о чем, можно сохранить, если бы был какой-то серьезный, я бы, наверное, не сохранила, хочу шоу ни о чем, на первом канале, здравствуйте, японский сериал «Цветок», Элжернона, про парня, который мечтал стать умным, мне понравился, вот смотрите, эфир, когда я сохраню, у меня все вот эти комментарии пропадут, поэтому про фильмы, напишите мне, пожалуйста, под, ну, когда я уже сохраню, закончу, закрою, в комментариях, хочу новых фильмов, дело же не в футболках, просто вот капризы, например, купили игрушку, слушайте, вы мне уже пятый раз пишите, ну, да че, да не доходит до вас, до мастерика, хочу другую, невозможно скупить, понятно, что я пример с футболкой просто привела, он показывает вам то, что вы пытаетесь учить других, купили игрушку, через полчаса, до мастерика, хочу другую, истерите вы, вы хотите то одно, то другое, сами не понимаете, что ребенок ваше отражение, просто смотрите на него, как в зеркало, я пишу блокнот идеи и желаний, потом у меня появляется чувство, что я пишу мою новую судьбу, которая настигает меня сама, ну, тоже как вариант, можно, а если у ребенка проблема с речью, но другая сторона, она лепит, рисует, как бог, значит у вас, понимаете, детские болезни, они не у детей, они у родителей, пока ребенок не повзрослеет, все их болезни для родителей, какая у вас проблема с речью, вот у себя, знаете, как часто вы выражаете свои эмоции, как часто вы говорите то, что вы хотите сказать, как часто вы врете, как часто вы проявляете, ну, разговор, дети транслируют только вашу болезнь, и проработав с собой, естественно, ребенок, как отражение, как отражение, как продолжение вас, он поменяется, автоматически, как-то случайным образом, так обстоятельства сложатся, что у него не будет этих проблем. Сейчас ломаю в себе нищенское мышление, ломаю, от слова ломаю, надо его принять, родители буквально истерят, из-за того, что я выкидываю стеклянные бутылки, одежду старую, и так далее, пакеты, как быть, они достают их из мусора, но здесь, если вы не с ними живете, отстаньте, пускай зарастут этим мусором, пускай зарастут, примите это, примите, это их опыт, но если вы вместе живете, и они захлабляют вот это все дело, съезжайте, тоже примите этот опыт, отстаньте от других родителей, отстаньте от них, и где-то вы засоряете свою жизнь своими мыслями, мыслями, потому что мусор, это отражение ваших мыслей, где вы прямо из помойки достаете ваши мысли, которые уже, ну, не надо думать, не надо их обмусоливать, а вы их прокручиваете в голове постоянно, ну, мусор, отражение вот этих вот ваших мыслей, что-то прокручиваете, как шарманку, и не можете с этим расстаться, я тоже классно копирую, но всегда думала, что от этого никакой пользы, да вы что, очень много профессий, где нужна точная копия, представьте, как классно вы можете сделать макияж, по фотографии, да, точную копию, сделать другое лицо, блин, это же творческая профессия, ну, хирурги, нейрохирурги, конечно, здесь вообще даже не обговариваю, дети до 12-14 лет тоже наше отражение, смотрите, дети это не возраст, в паспорте, дети это состояние, до тех пор, пока вы считаете, человека ребенком, он ребенок, многие, многие женщины считают своих мужей ребенком, и ведут себя в роли матери, я за всех все знаю, я знаю, как всем будет лучше, я за всех все решаю, я учу этого мужа своего, знаю, как ему прям супер будет, я вот как нянька, он тоже ребенок, заражение, блин, можно ли изменить судьбу, судьбу изменить нельзя, если вы верите в реальность судьбы, если вы в позиции, что никакой судьбы нет, а вы творец, то да, то есть, то есть, зависит от вашего мышления, у ребенка, ребенку 14 лет, аллергия, это надо проработать маме, да, это надо работать маме, ну, если вы мама, то вам, если вы не мама, то тоже вам, потому что в вашем мире никого нет, кроме вас, только ваше отражение, родители к нам переехали со своим мусором, по их желанию, нормально, мусор в голове тогда прорабатывай, если у ребенка запор, что это показывает? Это показывает то, что ты не хочешь расставаться с прошлым, какой же я тупой, все мы тут такие, и я тоже, и я в очереди на тупую, я тоже, я тоже, все, блин, слушайте, это комплимент, дура, а вы знаете, почитайте, что такое и кто такая дура, блин, это же вообще просто такой комплимент, если обозвать человека дурой, а у нас шаблон, что это типа плохо, а если болезнь у родителей, у мамы, инсульт, парализация левой стороны, здесь надо разбирать, для чего вы хотите, это ваше желание, для чего вы хотите, чтобы у мамы был инсульт, чем она вам мешает, почему вы хотите, чтобы она была парализированной, где вы, во-первых, себя парализуете, в чем, в каких ситуациях, в каких желаниях, в каких действиях, вы парализуете себя, да, плюс еще левая часть, хотя можете даже не делить на правую, левую, на творец женскую, ну, мужскую, женскую, даже можете не делить, просто где вы парализуете свои желания, и плюс вы хотели, чтобы мама вам это показала, потому что вы в себе подавляете эти чувства, не можете увидеть в себе, поэтому вы притягиваете людей в свою жизнь, которые вам будут это показывать. У меня есть просто эфиры, вот прям, где я по полочкам раскладываю, если вы творец, да, как мир нам сигналит, почему все болезни окружающих, это ваши болезни, почему все, что вокруг вас творится, это ваше мышление, вот есть все, ну, есть все эфиры, хотел сказать. Заходите в ссылку профиля, в профиль, по ссылке, просто в профиль, там ссылка на меню, найдите кнопочку, называется, путеводитель по видео, и там вот любой вопрос, который вас интересует, болезнь, там, миома, инсульт, или еще что-то, вы просто набираете в поиске, вам высвечиваются именно те видео, где есть освещена эта тема, я, по-моему, уже вот на все вопросы, которые сейчас задаете, вы везде уже ответы рассказала. Существует ли энергетический вампиризм? Ну, в моей реальности нет, я это объясняю тоже, про вампиризм, также в путеводителе найти, ну, набирать такие ключевые слова, энергетический вампиризм, там, скорее всего, есть даже такое словосочетание. Как расстаться с прошлым? Учиться жить и здесь, и сейчас. Я вас всех в себе содержу. Да, смехотворец, вот, кстати, очень классно ты сказал. У меня есть сложный вопрос, но я слушаю эфир, и все, что нужно, есть во всех ответах. Кайфовая книга про деньги, перечитала два раза, вроде все знала, но пошли подарки и деньги. Еще перечитаю на ночь, как отче наш. Пишите отзывы о книге в директ и под постом о книге, пишет Виктория. Мы менеджер, чтобы мы скринили. Да, давайте. Где можно приобрести книгу про деньги? Смотрите, заходите в мой профиль, вот, прям, ко мне зашли, и там есть ссылка, меню. В меню там много-много кнопочек, книжка, консультация, видео, путеводитель по видео, там, дзен, статьи, там, о болезнях, курс такой-сякой, короче, группы, рефлексия. Я, кстати, пока рекламирую все кнопочки, да, в меню, там есть и книга. У нас есть канал рефлексия, все спрашивают, есть ли у вас чат? Да, у нас есть чат, но это видео-чат. Мы все общаемся там, свободно общаемся, на все любые любимые, нелюбимые темы, рассказывая о своих инсайтах, рассказывая, там, что пришло, какие там у вас были озарения, и так далее. В общем, мы там друг с дружкой переговариваемся, но по видео. В кружочки эти можно записывать, либо отдельно видео записали, скинули, то есть не текстом. И чат очень живой, очень живой, и поэтому заходите, общайтесь, вопросы, если есть также видео. Ребят, вот я с вами тут недавно, у меня там вопрос по болезни, давайте, может кто расскажет, там, по-любому, 100 человек сразу расскажет. С какой стороны посмотреть? Недавно получилось так, что потеряла большую сумму денег. Можно ли проработать, и они вернутся? Они уже вернулись, но в каком-то другом виде. Вот. И вы их не потеряли, а намеренно расстались с ними, это было ваше желание. То есть, если вы поймёте, кто вы, а вы творцы, и всё творится только вашими желаниями, каждую секунду исполняются все ваши желания, и вы почему-то это хотели, и вы найдёте, задав себе вопрос, почему, вы по-любому найдёте ответы, почему. Наступит принятие, и всё будет хорошо, и энергии будет у вас много. Блин, настолько всё вот просто. Но мы привыкли жить в шаблонах 3D, что мир от меня не зависит, есть какая-то судьба. Я во всех эфирах, и в книгах в том числе, если книгу про деньги купите, она 490 рублей стоит. Там описана первая глава о том, что мы творцы, как мы творим, как наша реальность творится, почему наше желание исполняется все, почему у нас уже всё исполнено, как принимать, как задавать себе вопросы. То есть, там вот в этой книге про деньги, на самом деле она не про деньги, она про Бога, она про Творца, про причину. Вообще просто взять и хакнуть этот мозг свой, и хакнуть весь мир, и понять вообще на самом деле, как, что происходит. Эта книга не про деньги, она так, название просто, знаете, для чего такое про деньги? Все же денег хотят. Поэтому я маркетинговым, рекламным способом охватила большую аудиторию. Не все хотят понимать свою божественную суть, не все хотят понимать своё предназначение, не все хотят понимать, кто он, что он, зачем он на этой планете. Я привлекла через деньги людей, чтобы они об этом задумывались. Вот сучка я, да? Да, я вот себя так люблю. Забахай на детскую тему. Актуально. Давайте на детскую тему, короче, я рожу, тогда забахаю. Пока не хочу. Пока у меня следующая книга о зубе. Мелиды, очень добрая. На самом деле, да, я очень добрая, очень добрая, но моя доброта выражается, короче, я на матах, сбитой, с лопатой, бью больно по башке, меня люди ненавидят, я режу, правду, матку, вырезаю кишки человеку, вытаскиваю мозг, вытряхиваю его. Он на меня обижается, но проходит время, месяц, два, полгода, год, они мне говорят спасибо. Вот. То есть моя доброта выражается через сильную агрессию. И как бы, я даже не скрываю, что это нормально. А ты мне кофе наливала? Нет. А, спасибо. Ну или вообще цветочек ангелочка, ага, с рогами и с хвостом, чертика. Если ребенок больше двух лет толком не говорит, это о чем говорит матери? Мамочка, у тебя ребенок заговорит в течение недели, если ты всю эту неделю, вот, правда, я не знаю, как тебе это лучше сделать, там стикеры по квартире написать, говорить все, что ты думаешь, выходить в эфиры и говорить все, что ты думаешь, все, что накипело, наболело, позвонить всем, сказать, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя благодарю, я тебя тоже люблю, я тебя ненавижу, а ты говнюк, ты мне деньги не давал, ну и хорошо, и катись с ними, выговориться, вот, прям взять, ты зажимаешь свое вот это проявление, свои чувства, тебе страшно проявиться, ребенок это тебе вот прям прямым текстом показывает, я не хочу говорить, ты тоже не хочешь говорить, ты очень много говоришь, может быть, ну, как мы люди все много говорим, ну, говоришь, хотел сказать ни о чем, потом решила поржать в уме, ты говоришь не то, что ты чувствуешь, то есть у тебя на душе одно, а ты говоришь другое, какая причина может быть с проблемой со спиной, груз прошлого, мы тащим, никак его не отпускаем, виним себя за что-то, у нас есть обидки, у нас есть вина за то, что мы ничего-то не сделали, упустили возможности, там, ну, как бы целый букет на самом деле, спина не может болеть из-за какой-то одной маленькой херни, это накапливалось очень долго, и, возможно, и обиды, и несбывшиеся мечты, и упущенные возможности, но, опять же, мечты и возможности, они разве упущены? Что было, то прошло, это если 3D думать, если по тому, что прошлого вообще не существует, это просто суждение о прошлом, мы живем в настоящем, все воспоминания придумываются из точки здесь и сейчас, из настоящего, и не было никакого прошлого, но вот сейчас вы просто хотите себе какой-то сигнал подать и понять, так, а действительно ли я что-то упустил? Я же здесь сейчас могу это сделать, у меня сейчас есть жизнь, время на это, и я могу это сделать, проявить интерес и доделать это, обидки осознать, а на кого я обижена, если я творец вокруг меня, никого нету, я себе даю уроки через других людей, да я благодарить их должна, отпустили, то есть каждую ситуацию выписали, выплакались там, я не знаю, выплеснули, и начинаете проговаривать, а действительно ли это так, а с чего я вообще это так решила, почему у меня такое мнение на это мнение, можно массу вопросов себе задать, почему я такой шаблон себе навязал, и разобраться, но спина это именно груз прошлого, того, что вы не хотите отпускать, плюс еще обещание, скорее всего, вы взваливаете на себя, и постоянно в гонке того, что вам что-то нужно делать, 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 вы тащите еще груз ответственности за людей, вам надо всем помочь, маме помочь, ребенку помочь, мужу помочь, там сестрам, братьям, друзьям всем помочь, такая спасательница, о себе забыли, это тоже спина, но там есть шейный отдел, да, у нас есть верхняя часть спины, у нас поясница есть, там грыжи, позвоночник, там этот сколиоз, еще что-то, здесь отдельно нужно еще подумать, плечи, вот, каждое место в теле, оно может, ну, более детально сказать, потому что спина это такое обширное, у меня ноги болят, это очень, это о чем не говорит, аж сложно на свой этаж подниматься, ну, с чем у вас ассоциируются ноги, ноги это путь, ноги это идти, либо вы жалите по тому пути, или не по тому идете, либо вы не туда идете, либо не хотите идти, либо вам страшно идти, но что-то с ногами связано, то есть задайте себе разные вопросы, и почувствуйте, ну, отклик в теле, где действительно, ну, некомфортно, Нелли, как вы повысили цены за свою деятельность, сразу получилось, почему повысили, я понизила, у меня курс стоил, самый дешевый, с самого начала 10 тысяч евро, сейчас 1000, вот, я понизила в 10 раз, почему? потому что я поняла, что мне некуда тратить деньги, я не знаю, куда их потратить, и пока не придумала, пока не придумала, вот, поэтому мне не за чем их брать, блин, я теряла деньги для того, чтобы не трястись за каждую копейку, и проще относиться к ним, убрала зацепки, и что, и теперь идут? Как понять свое предназначение? Пост про любовь, желтенький, посмотрите предыдущий, там как раз про предназначение, и ниже еще спуститесь, там на 4-5 этих ярусов, там тоже есть пост, прям предназначение, и я там написала, как понять? В одном из эфиров ты упоминала технику машинального письма, просто берете ручку, берете тетрадку, толстую желательную, и просто сидите, пишите все мысли, не думая, не задавая вопросов, ничего, просто выписывайте муть из головы, и пока эту толстую тетрадку не выпишите, вот все слова, пока вот, вообще не будет мысли в голове, вот просто, знаете, такая пустота и вакуум, не останавливайтесь, вытащите все, все свои страхи, все свои обиды, расскажите о прошлом, о будущем, я не знаю, любая мысль, какая приходит вам в голову, просто выписать, очистить свое сознание, этот метод, ну, он очень хорошо расслабляет, и просто помогает, ну, реально выплеснуть то, что вот, ну, очень давно еще и накопилось, причем по методу я чупча, что вижу, то и пою, не думая ни о какой последовательности, просто фразы, слова, может быть, целые предложения, а потом берем, задаем себе вопрос, любой, какой вы хотите, и начинаете писать, не думая, вот как рука пишет слова, так и пишете, точно так же отключаете, но после того, как вы выплеснете сначала, освободите сознание, а только потом задаете себе вопрос и пишете, почему-то вам захотелось написать слово корова, а потом подушка, а потом диван, а потом тапки, а вы задали вопрос, например, почему у меня нет денег, не анализируйте, почему вы пишете такие слова, вы сначала их просто напишите, будете выписывать, и самое, что интересное, вы поймете ответ, он просто дойдет до вас, вот предназначение очень важно, предназначение вообще не важно, его не существует, из конца учебника, его нету, все его ищут, поэтому не найдут, предназначение быть, почему? Почему быть? Просто быть, существовать, внимать. В книге про деньги, про предназначение, там очень глубоко, если кто понял, то что это было не про деньги, то вы поняли, деньги приходят не потому, что я написала секрет денег, а потому что вы поняли предназначение, И начали, ну, шаблоны ваши в голове просто в пух и прах разлетелись. Те, которые мешали, тормозили вам двигаться, наполняться энергией, делать, что вы хотите, даже думать вы себе запрещали. А тут раз, и освободили сознание. Воды отошли, инсайты пришли, родили. Спина как мусорка. Можно с тобой на ты? Со мной нужно на ты, я вообще со всеми на ты, как к Богу. К Богу мы на ты, а не на вы, поэтому я обращаюсь к вам, к вам, как к Богу на ты, нормально. Я на ютюбе писала комментарии, как-то так воспитали, что к людям обращаются, к незнакомым на вы. Так воспитали. Ребят, у вас своя башка есть вообще? Плевать, кто кого как воспитал. Вы не должны воспитываться, вот как вначале я говорила про ребёнка и мамочку. Дерзите, будьте капризными. Если ребёнок капризный, это идеальный ребёнок. Он может отстоять свои границы. Что такое женская энергия? Желаний и принятия. В нас две энергии, не янь, да? Мужская и женская. Творчество, желания и принятие. Вот женская энергия, принятие, она принимать весь мир как себя и себя. А чтобы принять себя, нужно говорить «нет». Это нужно говорить «я не хочу». Капризничать – это женская энергия, она течёт. Если у вас течёт энергия, блин, у вас есть всё, и деньги, и дома, и машины, и любовь, и квартиры, и хотите. Но дело вообще ни в домах, ни в машинах, ни в квартирах. У вас есть офигенные ощущения, чувства, вам классно, у вас есть энергия. У вас энергия жизни есть. Когда вы капризны, и можете смело сказать это людям, если ребёнок капризничает, это идеальный ребёнок, он полон энергии. Если ребёнок не капризничает, он вырастает в амёбу, у которого потом всё плохо. Всё плохо. Потому что у него энергии нет. Он не умеет отстаивать свои границы. Он не знает, как себя вести. Ему всегда приказывали. Он настолько забит своими страхами, что потом он, блин, взрослая тётя в 50 лет боится «Мне страшно записать видео, пойти к тебе на марафон». Я говорю «Пойдёмте ко мне на марафон». Ну, вы должны начать жить, вы должны говорить, что вы хотите, делать, что хотите, выглядеть. Вы должны радоваться, вы должны просыпаться, и у вас чувство любви к себе должно быть. Вы должны, блин, наслаждаться солнцем, погодой, быть лёгкой, чтобы никаких проблем у вас не было, чтобы вас не заботили никакие проблемы, чтобы вам было хорошо, вам было легко. Вы такие проснулись на подъёме, у вас ни нога болит, ни голова, ни спина. Вы проснулись, встали и легко пошли гулять и кайфовать. Ну, вы же этого хотите. Ну, как вы пойдёте это делать, если вам страшно? А страшно, потому что вы ещё вон разрешение спрашиваете. Нелли, можно к тебе на «ты»? Разрешаешь? Не, ну тебе по голове дать, что ли? В смысле разрешаешь? Почему вы должны спрашивать у кого-то разрешение? Алёна, перестань, пожалуйста, я тебя очень люблю. И ты, пожалуйста, полюби себя, выбирай себя, выбирай свои хотелки. Я хочу на «ты», всё, тем более как к Богу. Я Бог, почему бы ко мне не на «ты»? Вот скажи мне, пожалуйста. Ещё кто-нибудь мне в личку на «вы» напишет, пойдёт сразу в бан. Давление повышено, на что обратить внимание? Вы на себя давите, подавляйте свои желания. Пониженное – это когда вы не умеете отставить свои границы, говорить «нет». Повышенное – это когда вы чего-то очень сильно хотите и не позволяете себе этого. У вас созрело давно желание, в которое вы не хотите идти. Скорее всего, либо потому что стыдно, либо потому что есть такие шаблоны, что «надо» важнее, чем «хочу». «Мне надо заплатить за квартиру, а я хочу поехать в путешествие». «Надо» для вас важнее. Отсюда повышенное давление. Что с этим делать – решать вам. У меня приступ любви ко всем, кто здесь есть. Да, тут ещё такие всякие цветочки, смешные свинки. Вика, ты сегодня в ударе. Спасибо, поясничный отдел позвоночника. Поясница, поясница. Ну, вы же живёте в иллюзиях каких-то. А вообще, кто хочет проработать шаблоны, которые вызывают все ваши болезни, то у меня есть разбор с сеансом движения сердца 100 евро. Это 7 тысяч. Но зато у вас будет инструкция. Вот, в принципе, если вы будете её придерживаться, то у вас не будет заболеваний. Пойти сдать анализы в инвитро. Вот я вот недавно сдавала анализы в инвитро. Ну, мне нужно было. Этому операцию на нос сделала. Я отдала 15 тысяч за анализы в инвитро. Понимаете? Вот. Там кровь сдала, там мочу сдала. Что мне там, КГ сделали. Вот. А здесь я вам дам разбор. Блин, 7 тысяч – это не так дорого. По сравнению с тем, что вы пойдёте в клинику лечить свои болячки, которые, ну, залечить можно, а причину вы не знаете. Да, это реклама. Кстати, мне сегодня на YouTube написали, Нелли, вот у тебя 300 видео с ответами на все вопросы. Я здесь чувствую коммерческую рекламу только. Тебе вообще неинтересно людям помогать. Ну, да, мне неинтересно людям помогать. Это первое, потому что я себя помогаю. Вам рассказываю, сразу на себе примеряю. Блин, такая, блин, инсайты за инсайтами ловлю каждый раз, когда я с вами общаюсь. А второе – да, коммерческая. А что плохого в коммерческом? Каждый работает на работе, блин, ради какой-то выгоды. Получить деньги, пойти себе купить автомобиль, квартиру, платьишко, зубы сделать там, ещё что-то. Каждый мужик особенно ищет лазейки, где-то что-то купить, что-то продать, какой-то бизнес организовать, кого-то наебать. Это нормально, блин. Почему я не могу делать коммерческое? Это хорошо просто то, что я себя люблю, я себя ценю, я трачу своё время, или не трачу, я меняю своё время на деньги. То есть я вам помогаю осознать все свои болячки, за это беру деньги. Блядь, что плохого-то в этом, я не понимаю. Мне святым духом питаться, я пока ещё материальный мир с деньгами создала, ещё пока их не отменила. Ну, это как бы нормально, коммерческое. Вот, с другой стороны, какое, блядь, нахер коммерческое? У меня все видео бесплатно, смотри ты на YouTube, какое коммерческое, ты толбоёб, что ли? Но если ты личное моё время хочешь украсть в личных моих сообщениях, чтобы два дня не жила своей жизнью, а только твоей жила, то, конечно, я за это возьму деньги. А если это ищу курс там месячный, так тем более, блин. Я месяц живу вами, а не собой, я беру за это деньги, и потом на эти деньги иду отдыхать, блин, и восполнять свою энергию, которую она вас потратила. Это тоже нормально. Нормально вообще всё. Это хорошо. И вор – это тоже нормально. Кто крадёт ваши деньги, ему нужно сказать спасибо, что вы его сами своим желанием привлекли для того, чтобы отдать ему деньги. Сами не знаете, на что тратить деньги. Привлекаются люди, которые возьмут эти деньги и потратят за вас. Это нормально. Вы творец, вы творите сами всё вот это вот окружение. Если вы это осознаете, блин, как вам легко будет жить, люди, вообще просто легко. А вот эти вот претензии ваши. В интернете снова кто-то неправ, отмените все мои дела, пошёл я там шухер наводить. Вот если вы перестанете вот это делать, там со всеми следить, посмотрите на себя, это будет очень круто. Варикоз – это тоже про ноги говорите? Не совсем. Варикоз – немножко другая степь. Так, не хочу пока про болячки. Есть страх, что узнают о моей деятельности. Ведь работала я учителем, а теперь веб-модель. Блин, ну ты чё? Вообще, что ли? Реально. Поэтому, видимо, болят ноги. То есть я лгу, это ложь сложно нести. Зато любви много, вот на камеру её даю. Блин, ну ты... Для меня, если меня училкой называют, уже оскорбление. Я лучше веб-модели побуду. Ну, шучу, конечно. Вот, ну, учителя как-то не перевариваю, надо их полюбить. Нелли, сохрани, пожалуйста, эфир. Ребёнок не даёт посмотреть. Это вы себе и не даёте, что-то слушать не хотите. Ну, сохраню. Ой, сколько сообщений, прям... Не успеваю читать. Нелли, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, куда и на какой факультет пойти учиться, чтобы разбираться и развиваться в этом так же, как и вы? Блин, ну таких ещё не существует. Университетов... Я знаю, есть один университет в Черногории, вот, но там про сущности, про всякую херню и очень много отрицания я бы не советовала. Хотя там училась тоже. Вот, для опыта мне вот так вот хватило. Но Сергей Долматов, который основал этот университет, прям про рекламирую Сергея, привет. Он раскрыл, помог мне раскрыть то, что во мне было, да, вот убрать эту шелуху и раскрыть глаза на себя, что, блин, любовь всегда во мне была, которую я всегда искала во вне. И он помог мне эту любовь найти в себе, которая всегда была во мне. И найти ту энергию, которая была всегда во мне, и ту силу всегда во мне. И сейчас я бесплатно во всех эфирах про это рассказываю. Где любовь, где ваше предназначение, где ваша сила, где перемены, где деньги. А вот, а чтобы еще где-то учили на такие вещи, я даже не знаю, да. Наверное, надо самостоятельно затариваться книжками. Плюс, когда вы осознаете, кто вы, вы можете вообще читать любую книжку. Психология, гельштальтерапия, кинезиология. Берете любые темы и просто их для развития читаете, развиваетесь по психологии, психотерапии. И они настолько все перекликаются. Но каждая тема, каждая тема, она уходит в причину не во мне. А если вы еще это рассмотрите с противоположной стороны, что я творец и все это создаю, и потом с этой головой новой почитаете все вот эти практики, у вас мозг перевернется. Другой это ты. Изначально на Руси на вы обращались к врагам. Какое классное подтверждение! Все, на вы мне кто напишет, сразу в бан. Я, между прочим, сразу с ноги на ты говорю. Если человек так на меня смотрит, я говорю, Чего, я к тебе как к Богу? Есть вопросы? Нет. Я говорю, ну все, нормально. Нелли, сильно лезут волосы. Почему? Не могу понять. Волосы лезут. Это мысли наши, да? Токсичные. Очень много в голове ума. Ума. Мы очень умные. Мы лысеем от своего ума. Не живем сердцем. Очень много анализируем. Это я такая, с детства забита. Так, давай, разбивайся обратно, собирайся в новую. Натали. Умные волосы покидают голову. Во, ниже уже даже за меня ответили. Умные волосы покидают глупую голову. Глупые волосы покидают умную голову. Блин, класс, слушайте. Умные волосы покидают глупую голову. А глупые волосы покидают умную голову. Это нормально. Напишите мне, пожалуйста, эту фразу потом после эфира в комментариях, когда я его сохраню. Короче, в любом случае умных покидает все. Не только волосы. И деньги покидают, и люди покидают. Ресурсы, энергия покидают умных. Я вообще-то на «вы» общаюсь в личке. Виктория, я тебе уже сколько раз говорила. Я даже тебя поправила. И ты первое время всем писала. Привет. Я к тебе на «ты», как к Богу. Ла-ла-ла. А потом ты опять на «вы» перешла. Это я сейчас троллю менеджера своего. Нелисус, она прекрасная. Слушайте, у нас эфир ни о чем. Тема была, да? Классный получился. Мне тоже нравится. Нелли, приобрела вашу книгу про деньги. Начала разбираться. Благодарю за информацию. Спасибо, Натали. Ой, сколько болезней. Слушайте, болезни. Ну, прям пока не готова сейчас разбирать. У меня же голова заболела в затылочной зоне. Как только я начала читать, почему гайморит, почему эпилепсия, почему рука, почему нога, почему почка, почему это. Все, у меня голова заболела. Значит, ну, точно не надо сейчас об этом думать. У меня шестеренки крутятся, к каждому хочу уже ответить. Где можно обучиться психосоматике? Смотрите, есть психосоматика, да, причина наших заболеваний, наше мышление. Луиза, Хей, Бурбо, Давлатов, Давлатов, Синельников, 4, да. Вот эти 4 человека пишут о психосоматике. Ей как бы нигде не обучиться, а просто прочитать всех четверых и выучить. Но это общее, да, вот как гороскоп для всех. И плюс я заметила, вот к психосоматике обратилась вот буквально на днях и начала ее перечитывать. Мне просто стало уже интересно. Блин, я всем людям пишу разборы. Вот, и мне вот прям интересно, у меня хоть как-то сходится с людьми или нет. И я поняла то, что да, блин, попадание с ними есть. Но вот у них такое вот обида и злость. Поэтому типа понос. И все, и нету никакого объяснения. Я пишу свою сейчас книгу по психосоматике, где будет немножко, ну, по-другому, с причины «Я творец». И потом почитайте, сравните вот этих авторов и мою, и, ну, посмотрите. Так что я хотела сказать. У меня есть курс болезни. Причем я вообще про книгу начала говорить. Вообще надо было с курса начинать. У меня есть курс болезни, посмотрите там. Я учу людей распознавать все сигналы тела, учиться распознавать сигналы тела без психосоматики. Ну, не читая книги по психосоматике этих психологов. А потом идти в психосоматику, проверять, да, и будет совпадать. То есть как самому получить этот сигнал в мышлении и осознать эту причину, вот. Надо потом свериться с этими четырьмя классными психологами и увидеть, чтобы, блин, вы попали в точку, вот. Без чтения вот этих заученных текстов. Плюс еще, когда вы понимаете причину, как сигналит тело и что оно сигналит. Курс идет там две недели, по-моему, две недели, да. У вас очень сильно расширяется сознание, ну и вы получаете случайно, нечаянно в подарок расширенное сознание. Ну, то есть вы на мир вообще по-другому начинаете смотреть и видеть, блин, и блага, и желания, и деньги, и ну как бы все, опять же, все связано. Короче, неважно, на курс по деньгам вы пошли, на курс по болезням пошли, на курс по телепатии пошли. Вы везде одно и то же получаете любовь к себе, энергию, чувства. Что там еще? Очень жизнь открываете. Точно. Вот только сейчас до меня дошло. Где можно обучиться на психосоматика? Открываете ссылку в профиле и заходите, записывайтесь ко мне на курс. Я вас научу. Блин, надо было сразу так, да, Лен? Сразу сказать? Да. Зачем я? Я не знаю, бурбом, бурбом, кого-то там... Пятнадцать минут, у меня телефон сел. Пятнадцать минут объясняла, надо было просто пригласить к себе на курс. Спасибо за вопрос. Этих курсов полно, наберите психосоматика, полно спецов с преподаванием. Главное, чтобы вам человек дзенькал. Я вам дзенькал, ко мне идите, не надо к ней, все, я лучше. Помоги себе сам. Щедрее Нелли нет людей, потому иисусом, да? Монетизировать таланты, это круто, Нелли, ты молодец. Нелли, привет. Да ничего плохого нет, вы же сами меня каждый день спрашиваете, Нелли, почему я себя не ценю? Я не могу за свои курсы деньги брать, я не могу за свои проявления деньги брать, я не могу продавать свои картины, я сижу в жопе. Короче, у меня куча талантов, никто его не берет, не покупает. Да люди, даже если не заплатят, они не оценят ваш талант, им надо, блин, высвободить эту энергию для вас, заявить, проявить волю. Я отдаю взамен, получаю вдох, выдох. Блин, человеку надо выдохнуть, отдать что-то по-любому, чтобы вдох получить от вас что-то. Нормально, это деньги, понятный пункт, блин, средства обмена, да? Деньги — это понятный обмен. Блин, я был такой вот с этим, я это отдаю, получаю другое, я другой, я поменялся, у меня перемена. Блин, ну нормально же это. Чего вы все зацепляетесь за деньги? Каждый хочет заработать куча баблища, но при этом, если кто-то, блин, зарабатывает, его надо обхать, что он козел зарабатывает. Диалогика, блин. Ну что, скажи? Нелли, создай всем втык и вжик. Найбешь прохожего на себя похожего. Блин, не могу. Сегодня самый смешной эфир, мне кажется. Троллинг и смех. Ой, а мы сейчас пойдем на Красную гулять. Будем вообще кого-то приглашать? Давай пригласим. Кто она хочет, может быть, давай. Люди, кто в Краснодаре? Хочется погулять, но это не будет вопрос. Нелли, у меня нога болит, печенка, голова. Мы идем гулять, мы идем наслаждаться закрытой красной, там дорогу перекрывают, и улица вся перекрыта. Кто в Краснодаре в курсе? Ребята, напишите мне в директ, кто хочет присоединиться к нам сегодня вечером после 20. Погулять по Красной, пойти потом, может быть, в кафешку. Хотя я не думаю, если у нас будет много народу, мы только там шаурмень какую-нибудь купим. Вот, и кофе на развес. Вот, если нас будет мало, мы пойдем в какой-нибудь ресторан посидим потом, когда замерзнем. Ну, я думаю, одевайтесь потеплее. Поэтому, кто хочет погулять, ну, сразу предупреждаю, вопрос, у меня Нелли нога болит, или рука, или помоги мне там с отношениями, ну, мы не будем разбирать, потому что идет моя мама, иду я, идет Ленчик, идет там с нами еще одна девочка, нас четверо. Вот, если нас будет 50 человек, мы будем толпой в 50 человек идти гулять, наслаждаться, кайфовать, знакомиться, просто общаться, это будет круто. Вот, но разбирать как бы вопросы, когда я буду гулять, наслаждаться там, я не буду. Поэтому, кто хочет просто потусить со мной в Краснодаре, давайте, пишите мне в директ. Я дам свой телефон, мы там созваниваемся, там встречаемся. Вот. Вас всех целую, я не выхожу, продолжу прочитать дальше, что написали. Так. Это сегодня, кто эфир будет записи смотреть, я уже не в Краснодаре, поэтому сегодня, сегодня какое число? Порой. Порой. А, месяц? Октябрь. 2 октября, после 20 часов, там, 20, 21, мы собираемся на Красной. Не на Красной площади, на улице Красной, которую перекрывают. Значит, надо стать тупым. Да, кстати, это очень хороший вариант. Нелли, спасибо за книгу, интересная техника, на самом деле, хакнула мой мозг, это не техника, это стиль вообще жизни, просто, что вы бог. Вы просто вспоминаете, что вы бог, вы просто вспоминаете, что вы бог, он не там, не на небе, не в церковь, не надо ходить, никому молиться, он тут. Это не техника. Это не техника. Хакнула чем? Пиздюлями хакнула, лопатой по башке. Чем я еще могла хакнуть? Книжку прочитали? Антон Антонов. Да, зачем вы мне здесь, в моем эфире, рекламируете других психо... Психо? Вот, когда я только что рекламировала свой курс, зачем вы тут их пишете, кто-то там психосоматику преподает? Я, короче, круче все равно, ребят, ну что спорить-то? Лучше меня по психо... Что, блядь, психосоматику преподают? Они пересказывают то, что говорит Луиза, да, то, что говорит Синельников, да, Владов и другие авторы. Блин, заученные тексты, блин, пересказывают. Я вас учу, блядь, эти тексты получать телепатически, просто, блядь, считывать с человека и знать, блядь, чем он болеет и чем это вызвано, и какие шаблоны в башке вызваны без всякой книжки и зачитки. Ну, хорэ уже, блин, рекомендовать вот эти вот пересказывания книг. Тем более, если вы хотите пересказывать книги, блин, скачайте их вон в интернете бесплатно и просто изучите. Если у вас есть желание, вы быстро выучите их. Блин, месяц посидите, почитайте, поконспектируйте, вы будете знать всю психосоматику, и никому, блин, не надо отдавать деньги их учить. Но если вы хотите без вот этих заученных фраз просто сами в виде человека говорить или там у себя сигнал тела почувствовали, ага, я понял это, блядь, я остановился вот здесь, вот здесь, вот здесь, это ж так понятно, тогда это ко мне. Поэтому, блин, перестаньте тут рекламировать. Мне нравится Джо Диспенса, засунь его в жопу. Зачем мне тут это? Рожака. Курс по болезням 10 дней длится. Да. Я же вспотела, блин, пока кричала на вас. Дома было так холодно. Иди походи, а то в чатах сидишь, сидя на жопе. Почему жопа болит? Нелли, и правда ли, когда куришь сигареты, то энергию сливаешь? Да нет, если вы считаете так, то вы сливаете, если не считаете, нет. Внешне единственное, на нас не влияет вопрос, как вы к ним относитесь, влияет ваше мышление и отношение к тем вещам, которые вы делаете. То есть можно делать одну и ту же вещь, как наполняться, так и сливаться. Всё зависит здесь о том, с какими ощущениями и чувствами вы это делаете. А само действие вовне, в реальности, да, оно не важно вообще. Ты лучше, я читал все эти таблицы, там всё поверхностно. Там, может, и не поверхностно, может, там тоже всё глубоко, и психологи знают, что они говорят. Вопрос просто, ли здесь мне рекламируют других людей? Вообще, я бывший рекламщик, и поэтому я не люблю рекламу у меня. Это нормально. Я признаюсь, я не люблю рекламу других людей у себя. Нормально? Это же нормально? Да. Точно? А то люди удивляются. А я вдохновляюсь теми, кто много зарабатывает. Сразу видно, поток идёт. Ну и плюс это ваши почтальоны. Если ты видишь таких людей и кайфуешь от них, то тебе приходят деньги, потому что ты в их поле. Как вы знаете, горячая вода в стыка, они холодные. Если их смешать, будет тёплая. Люди смешиваются всегда, попадая в какое-то поле. Они, ну, блин, свою энергию смешивают. Ну, это не так, конечно, происходит. Ну, примерно, чтобы вы понимали. В поле, там, людей, которые хорошо зарабатывают, вы почему-то ни с того ни с сего начинаете зарабатывать. В шахматном, там, в кружке вы почему-то начинаете хорошо играть в шахматы. Даже просто на них посмотрев, посидев рядом с ними, за ручку подержав. Всё зависит от того, с кем вы рядом находитесь. И если рядом с вами люди, которые зарабатывают, да, блин, кайфуйте, они с вами поделятся, не переживайте. А вот зависть, да, она вас убивает. Плюс ваши почтальоны. Это же вы уже видите, что маячит ваше желание, но оно до вас дойти не может. Причины две. Первый, вы переобуваетесь в ваших желаниях. У меня было на эфире такое. Ну, уточняйте. То вы хотите красную машину, то зелёную, то синий почтальон. Он выходит, всё время эту машину вам меняет, блин, и никак не довезти не может, потому что вы всё время переобуваетесь. И второе, отдать некому вам желание. То есть вы видите вокруг богатых людей, прям раньше не видели. Одни были все, ну там, вашего уровня. А сейчас, блин, и у этого деньги, и у этого, и у этого, и у этого. Все такие, блин, прям одна зависть. Вы уже в своей реальности начинаете вот это богатство создавать, изобилие создавать, но получить вы не можете. Получить не можете, потому что вас нет. Вы есть только здесь и сейчас, когда вы себя чувствуете, себя наблюдаете, когда вы живёте сегодня, сейчас. Всё, точка. Что же я не в Краснодаре сейчас? Хорошая идея мысленно с вами. Почему я не в Краснодаре? Или когда сможешь приехать в Питер? Поехали! Краснодар, Питер, Новороссийск, Уфау. Ребят, я не знаю ничего, живу без плана. Сегодня вот Краснодар. Я пока слушала, нарисовала картину. О, классненько. В директ присылает, прикольно будет выставить её. Тоже гулять хочу, не успею из Сибири добежать. Ты запаздываешь читать комменты, да? Я в курсе, мне лень их листать так быстро. Конечно, ты круче других авторов, когда перечисляла, тогда и было написано. Чего? А, всё понятно. Я читаю комментарии с большим запозданием. Неллик крутая, тысячу процентов. Поверьте, я была на денежном движе. Расскажи, что там получила. Нормально, твой эфир, твои правила. Да я тоже так считаю. Без стыда и совести. Живём без стыда и совести. Ребят, стыд забирать всю вашу энергию. Если у вас стыд, всё. Ну, блин, болячки скоро вас жахнут. Вот, никакого стыда. Проявляйтесь, как хотите. Вот, хотите сказать, что вы мудила, которая забирает деньги, блин, на своих курсах и обучает людей непонятно вообще чему? Ну, вот, хотите, скажите. Я говорю. Вот. Вот, но тот, кто поймёт, блин, он станет, блин, не побоюсь этого слова, творцом и богом. Потому что бог внутри нас, его нужно раскрыть. Наш ум просто вот, ну, блин, за шторками не видит нифига этого. Благодарю тебя. Ты, блин, вселенская крутая. Блин, с женатыми я вроде разобралась. И с сигаретами, значит, и виски моё. Всё окей. За твоё здоровье, милое, доброе, люблю. Выпи за моё здоровье. С кем поведёшься, того и наберёшься. Да. Такая красивая. Спасибо. Ну, это фильтр сегодня такой с ромашечками. Нелли только подписалась на женский марафон, и мужчина сразу подарил цветы. На работе списали три часа долго доработок. Классно. Ты пошла в своё желание. Даже купить мороженку, вот вам захотелось мороженку, не пропускайте этот импульс. Следите за своим телом, следите за то, что ему хочется. Это уже огромный скачок энергии, который тут же вам возвращается, блин, ну чудесами. Вот каждый импульс, каждый, пойти и просто пописать вовремя. Блин, ну это смешно, да, банально звучит. Я хочу писать, но вы его задержали и долго не писаете. Терпите. Сейчас досмотрю, досмотрю, вон как у меня мама стоит, гнётся. А, ну блин, серии там три минуты осталось. Она теряет энергию. И это аукивается. Каждая мелочь, каждая мелочь аукивается. То есть следите за своим телом. Хотите мороженку, пошли. Хотите пить, попейте. Не хотите есть, не ешьте. Ребёнок не хочет есть. Ни в коем случае не заставляйте. У них столько энергии, не гасите её. Человеку вообще еда не нужна на самом деле. Ему нужно чувство насыщения, нехватки насыщения, чувство запомнить. Но так как он не в курсе, что ему чувства нужны, а не еда, он пытается заполнить едой. Но у нас этот ещё шаблон настолько глубоко сидит, что до него ещё далеко. Нелли, где будем гулять? Так, на Красной площади, на Красной улице. На Красной Поляне. На Красной Поляне? А где мы собираемся вообще? Я бы хотела сегодня там пройтись по центру. Просто во сколько время именно начать? Может, с арки начать, или с фонтана, или где? Толпу собирать, во сколько? А, давай руку арчи какой-нибудь. Ну, вот какой-нибудь. Ладно, короче, в директ будут подробности. Мы ещё не решили, где точно. После втыка дали какое-то пособие на детей. Исходило к остеопату наконец-то. О, классно. Как проработать силу воли? Сила у вас есть. Воля тоже. Вопрос, хотите или нет? И всё. У вас есть воля выбирать. То есть у нас есть выбор. Всегда. Одеть это или это. Сказать да или нет. Встать, сесть. У нас всегда есть выбор. Пить, не пить. Говорить, не говорить. Идти, не идти. Во всём. Курить, не курить. У нас есть воля выбрать. И сила на это тоже есть. Вопрос, хочу или нет. Потому что мы очень многие вещи делаем. Потому что есть шаблоны, ну, например. Это сложно. А что будет? А что люди скажут? А понравится ли мне страх за будущим? А что вот может такого вот случиться? То, что вот, ну, капец, мне не понравится. Мы себя тормозим. Вот. Если вы живёте здесь и сейчас, вас перестаёт беспокоить и прошлое, и будущее. И тогда ваша воля и ваш выбор, он лёгким становится. То есть вы легко можете выбрать и пойти в это. Как только живёте здесь и сейчас, откидываете вот это прошлое ваше и будущее. Блин, я только сейчас увидела, прикинь, у меня ресницы появились на этом фильтре. Ага, да. Я думаю, что это такая сегодня красивая? Вроде не красилась. Прикольно. Много раз слышала мужские голоса в голове и картинки перед чем-то серьёзным. От кого это? Стоит ли развивать и как? Я ведь события не изменю. Интересно. Ну, это вы сами себе говорите, просто у вас очень хорошая бурная фантазия. И, скорее всего, ну, себе какие-то и подсказки подсказываете. Я думаю, это надо развивать. Я думаю, это ваш талант. Почему нет? Знаете, сколько у нас скрытых способностей, ребят? Вы даже не представляете, сколько вы можете открыть себе способностей и талантов. Вот во всём, особенно в том, что вы отрицаетесь, с чем боретесь, самые большие таланты, самые большие ресурсы и сила скрыта такая, что это просто можно предъявить миру, и весь мир охренеет. Мы, блин, отрицаем, думаем, что это плохо. А плохое, знаете, что мы наделяем плохим? Неизвестное. Всё неизвестно, всё плохо. То есть, когда вы говорите, что человек плохое там или плохое дело сделал, вам просто неизвестна причина. Вам просто неизвестна причина, почему на самом деле он это сделал или для чего я как творец это создал. Вам просто неизвестна причина, неизвестность. Плохого нет, это просто тёмное. То есть, плохое — негатив, типа, да, негатив. Это непроявленное, вот как негативная плёночка. Пускай у вас прямо в голове это отложится. Негатив — это то, что мы ещё не проявили. Светом проявили, фотография получилась, и мы увидели. То есть, плохое негатив — это то, что мы ещё не поняли, о чём. Не задали вопрос, для чего. Вот, в чём причина? А причина есть во всём. Во всём есть причина. И все эти причины, они нужны для жизни. Без этого жизни бы не было. Только что смотрела у Сокольской. Если потребность вовремя не удовлетворена, теряется удовольствие от получения. Ну да, потом ты доделываешь то, что тебе не нужно. Вообще, бред-бред. Никогда не доделывайте то, что вам уже не... То, что вы сегодня не сделали, всё забудьте доделывать. Потом это уже не нужно. Оно уже не нужно, потому что всё, что нужно сейчас, оно нужно только сейчас. Не надо писать никакие планы. Ребята, вы чё, о чём вы? Какие планы? Зачем вы свою жизнь расписываете как киношку, да? И хотите знать, блин, весь сценарий? Да никто бы в кино не ходил, если бы знал весь сценарий. Причём самое интересное, зная сценарий. Мало того, чтобы вы в это кино бы не пошли. Вам было бы скучно и неинтересно. Представьте, вы бы знали, сколько вам лет жить, когда вы умрёте, какой смертью, какие у вас будут дети, какие... Вы знали бы, какой прописан... Вот только представьте, каждый день прописанный. И вы этот каждый день можете включить и на перемотке посмотреть дома на телевизоре. Представьте. Страшно посмотреть вашу жизнь? Так если страшно, потому что вам станет известно, какого хрена вы тогда всё планируете, пытаетесь узнать ваше будущее? Зачем? У меня вот этот вопрос всё время задаёт... Ну, задаюсь вопросом. Все хотят знать будущее и запланировать, чтобы всё было точно, известно, чтобы я знала, что я получу квартиру, чтобы я знала, что у меня будет машина. Я даже знаю, какая, я знаю, сколько мне денег надо, куда я пойду путешествовать. Я всё знаю, я знаю, какой у меня муж должен быть, сколько у меня детей, куда они пойдут учиться. Я всё знаю. Это первая ошибка. Какой, блин, знаю? Вам жить-то поэтому и неинтересно, потому что вы всё знаете. Все хотят всё узнать. При этом, если бы вы узнали, поверьте, вы бы сразу предпочли бы умереть здесь и сейчас, как только бы всё узнали. Вот вам дадут, если пульт от телевизора и покажут всю вашу жизнь, вы сразу захотите умереть. Вот сразу. Вы пойдёте повеситесь там, не знаю, что угодно. Либо, блин, опять в забвение уйти, реинкарнировать, чтобы опять это забыть. Потому что, блин, я знаю, я знаю, блин, каждый день что будет, всё. Смысла жить нету никакого. А как они учитывают тебя люди, как я? Да про... Ну, прикинь, ты все сценарии посмотришь. Ну, 10 фильмов о себе, да? И всё. Смысл жизни потерян. Его нет. Что мы видим во сне? Смысл жизни — это неизвестное. Вот, всё, быть неизвестно. Что мы видим во сне? Мы видим во сне такую же реальность, как вот эта реальность. Потому что вот эта реальность — такой же сон, как сон. Мы там также осознаны. Только здесь есть шаблоны, во сне нет. И мы там можем получать ответы на свои вопросы, которые не можем воплотить здесь, ну, в реальности, чтобы получить. Сила есть и воля есть, но в данный момент они не вместе. Откуда такие выводы? Кто вам такое сказал? Откуда у вас такое мнение? Ну, такое мнение. Давайте рассудить этот шаблон. Вот тут одни инопланетяне, 100%. Я вообще не с этой планеты. Да нет, не фантазия. Видела за день, что с дедушкой будет. Слышала голос, который сказал, что со мной наблюдает. В данный момент видела сон про будущую болезнь мамы. Да никто не говорит, что это фантазия. Ну, я пошутила. В плане, у вас бурная фантазия, как у творца. Творец творит фантазии. Это нормально. То есть вся реальность — это фантазия. Меня просто не так поняли немножко. У вас бурная фантазия, это хорошо. Вы за счет нее и творите. Там будет вообще отвал башки. Она про... Так, все же. Читаю дальше. Где вы учились? Откуда вы столько знаете? Нигде. И везде. Я вообще ничего не знала до вашего вопроса, честно говоря. Вот вы задали вопрос, и просто я подумала и придумала. И так решила. И все. Вот прям здесь и сейчас отвечаю на вот такие вопросы. Это вот то же самое. Вот вы мне задаете такие вопросы. Это вот то же самое. Допустим, что на тебя одеты, ты такой, не задумываясь. Зеленый цвет, зеленая кофта. Окей. А что ты любишь? Ты такой, чай. Какие книги тебе нравятся? Зеланда. Что ты любишь на природе больше всего делать? Купаться в речке. Вот такие естественные вопросы. Для меня это тоже естественные вопросы. Я не понимаю, как они могут быть для вас неестественны. Для меня еще пока это загадка. Ну почему вы это не видите? Даже не знаю, как объяснить. Для меня загадка то, что вы не понимаете очевидных вещей. То, что любовь это вот внимание к себе. Что предназначение это вот быть. Быть здесь, сейчас. Что нету ничего. И это все подтверждается сразу на практике. Что любое ваше убеждение подтверждается на практике. У каждого своя реальность. Каждый человек живет в своей реальности. Она вообще никак ни с кем не соприкасается. И вы в своей реальности все творите только по своим желаниям. И по своим убеждениям. Вот вы знаете, что вы некрасивы? Вы будете смотреться в зеркало и видеть некрасивое лицо. Вы знаете, что вы в плечах? Вы знаете, да, вот это я знаю, оно творит все. Я вот знаю, что у меня ребенок болеет. Он будет болеть. То есть все будет подтверждаться. Не важно, что вы знаете. Оно все подтверждается. Если вы будете просыпаться утром и говорите, я ни хрена ничего не знаю. Но мне интересно, как я сейчас утром проснусь, попью кофе. К моему дому подъедет красный кабриолет, и я поеду на нем кататься. Вот я не знаю, как это будет, но оно будет. Понаблюдать же интересно. Я же творец. Наблюдаем. И оно подтверждается. Это же так очевидно. Все люди мощные. Сто процентов. Надо раскрыть свой потенциал. Хорошо, что есть Нелли со своими втыками. Спасибо. Так. Предугадала твой ответ. Все мужчины мира ждут тебя. Анастасия. Анастасия вопрос была. Так. Про кариес. Я вот выращиваю зубы сижу, блин, это вообще. Сидеть и ждать. Ненавижу ждать. Я люблю здесь сейчас. Нет зуба, пошла его сделала. Мы же не просто так создаем все эти клиники, все эти аптеки. Все в помощь нам. Мы его выращиваем через стоматологов. Такой у нас способ творчества. Почему нет? Почему вы не можете посмотреть на стоматолога, как на свое творение? И не посмотреть его деятельность, как на свое творение? И то, что он вам нарастил зуб, как ваше творение. Вот таким способом вы сейчас сотворили выращивание зуба. Почему вы его отрицаете? Это я сейчас прикол такой расскажу. Наводнение, короче, цунами затопило город. Мужчине-спасатели стучатся там и говорят, давай, короче, выходи, мы там спасатели, тебя спасем. Он такой, не, меня Бог спасет. Но они уехали. Вода уже там затопила какой-то этаж, и он там забирается куда-то вверх. На лодке плывут спасатели, говорят, садись в лодку, потому что надо тебя спасать. Он такой, не надо, меня Бог спасет, я же верю в него. Они уехали, он там уже забирается на крышу, вода по крышу. Все затопило, город затопило. Вертолет. Они спускают ему веревку, и, в общем, давай. Он, нет, меня Бог спасет. Он умирает, стоит перед Богом такой на облачке. И говорит, слушай, блин, я в тебя так верил, так верил. Типа, что ты сделал вообще? Ничего. Почему ты такой обманщик? А он говорит мужику, я тебе спасатели посылал, посылал. Я тебе лодку посылал, посылал. Я тебе вертолет, блин, посылал, посылал. Ты что, тупой? Вот так же про вас. Ну, то есть мы тупые. Вот реально, мы все тупые, потому что мы это в мир творим для себя. И все люди – это только создание. Это ваше творчество. Почему вы его не принимаете? Вы все сами хотите. Есть второй анекдот на эту тему. Мужик такой, так, я решил все сам. Сам зуб вырастить, сам, я музыкант, там, барабаны сделать. Это же неправильно чужие барабаны. Он пошел, ферму сделал, козликов начал выращивать. Из них сделал шкуры, освежевал их для мембран на барабаны. А потом такой думает, тоже нечестно, неправильно, блин, надо же все сам. И тогда ему пришлось вырастить козлят, а не взрослых этих козлов. Вырастить козлят, только потом уже шкуры сделать эти барабаны. А потом такой плюнул, психанул, сказал, блин, если я этой фермой козлячей буду все время заниматься, блин, когда я музыку играть буду, вот когда. То же самое, что, ребят, какие выращивания зубов вообще, вообще о чем? Если бы вы хотели, чтобы он вырос, он бы у вас вырос, и у вас реальность бы вот так перещелкнула бы. Тем более, скорее всего, до сна, сон у нас, ну, как бы, маленькая смерть. Мы всегда просыпаемся и заново вспоминаем все свои чувства, заново учимся любить и так далее. Ночью у нас обнуление идет. Кто сказал, что до сна у вас отсутствовал зуб? Он у вас, скорее всего, был. Но вы этого не помните. Может быть, у вас уже за то время, когда вы его выращивали, реальность поменялась столько раз, и вы уже были зубом и не были зубом. Были зубом и не были зубом. Уже много раз просто даже не заметили. Почему я это сейчас говорю? Квантовая физика. Наш мир, наша Вселенная рассыпается, просто распадается на один кварк, там, один кварк, в ничего. И потом собирается 9 триллиардов раз в секунду. Рассыпается и собирается 9 триллиардов раз в секунду. В новый мир, картинку мира, делает точность слепок нашего сознания. Наше сознание меняется, картинки меняются. То есть представьте, 9 триллиардов раз в секунду. Мы превращаемся в ничто. Это вибрация называется. Мы вибрируем. Мы просто превращаемся в ничего и потом собираем эту картинку мира заново. У вас, скорее всего, не то, что там один зуб появлялся или исчезал. Может быть, у вас вообще зубов не было, и вы были этим. У кого зубов нет? У рыбы есть, у кошки есть, собаки есть. У кого зубов нет? У змеи зубы есть. Ну, конечно, почему медовитые? А кто засасывает смертельно без зубов? А у пчел есть зубы? Может, вы пчелой были, блин? А, мёба? У амёбы нет, мама говорит. У медуз зубов нет. А может, вы медузы были? Ну, ребят, какие зубы еще? Мне этот анекдот дочь рассказывала, 9 лет. Да он вообще старый, бородатый. Точно, мой муж тоже сам все хочет сделать для музыки. Ну, а когда он играть-то будет? Когда научитесь пользоваться, это называется женское принятие. Раскройте свою женскую энергию, о чем будет наш марафон женский. Раскройте свою женскую энергию, принятие, начните принимать мир таким, какой он есть. И что вы создаете всех людей вокруг для того, чтобы с ними взаимодействовать. Вы их создали себе для помощи. У вас был какой-то запрос в мир, вы его дали, мячик вам возвратился сразу же. Вот вы кинули, вам сразу он возвратился. Приходят люди, которые готовы вам помочь. Вы все сами себе даете через других людей. Вы не можете сами дома строить, глину, выращивать кукурузу, делать ткани, отбивку мебели. Ну, вообще, вот все, что вокруг вас, посмотрите, какие шикарные люди, которых вы создали, все сделали для вас. Вы не можете управлять этим миром, строить корабли, блин, и управлять ими, и вообще все вместе. Ну, я сама, я все сама, блин. Я ничего не приму, помощи не приму. Вот так вот закрывается наша энергия женская. Стоматологи, это ваше творчество. Принимайте. И птиц нет. У нас был такой вопрос, у кого есть зубы, у кого нет. У пчел есть зубы? У пчел нет, у птицы есть зубы? У птицы есть клюв. Так, грибы, это жесть. Все мысли оживают, и вот теперь думай, о чем думаешь. Вот с мячиком пример меня воткнул. У меня принятие страдает. Так, я, смотри, видишь, кружку. Так. Я, честно говоря, устала. Нам уже нужно собираться. Время 7 часов. Ей, кажется, с вами 2 часа тусила. Я пошла. Всех целую. Мои свинки Пеппи, вот такие классные, передают вам тоже привет. Тоже целуют. Я такая розовая, как эти свинки. Ладно, классно было с вами поболтать. Ладно, поспаем. Продолжение следует...